На Тверской лёд вновь вернулись команды молодёжной хоккейной лиги «Динамо». Встретились с пекинской командой ОРДЖИ. Во время матча «Белоголубые» преподнесли одну из главных сенсаций чемпионата. Подробности прямо сейчас. Молодёжная команда из Пекина приехала в Твери в крайне усечённом составе. Китайская составляющая этого коллектива отправилась в национальную сборную своего возраста практически в полном составе. В заявке на матч с «Динамовцами» значились два вратаря и десять полевых игроков, шесть защитников и четыре нападающих. При этом «Белоголубые» вышли на лёд спорткомплекса «Юбилейный» практически в сильнейшем составе. Стартовая пятиминутка завершилась броском Владислава Михайлова в штангу ворот ОРДЖ «Юниор». Как выяснилось, это попадание в каркас стало самым опасным эпизодом первого периода. Тотальное преимущество «Динамо» не позволило распечатать ворота соперника, которое вполне справедливо можно назвать китайской стеной. Разговаривали перед игрой, что не должно быть никакого недонастроя, на полную катушку должно работать. Вот не знаю, либо не до всех дошло, либо я не знаю, что происходит. Сейчас нужно решать вопрос как-то, потому что это вообще не наша игра. А как постараетесь получить преимущество в следующих периодах? Ну опять же, нужно сейчас поговорить в раздевалке, понять, что происходит, чтобы все ребята поняли, для чего мы на лёд выходим. Нужно всё-таки отработать на сто процентов два периода. После перерыва хозяева подняли темп и добавили агрессии, но возрушившее количество бросков по воротам китайской команды не переросло в качество. Стоит отдать должное мужеству парней с изображением носорога на груди, которые нашли возможности создать реальную угрозу «Динамовским воротам». В одном из эпизодов Моторегин спас команду, отбив летящую под перекладину шайбу черенком клюшки. Два нуля на табло юбилейного по итогам двух периодов. Ну если учитывать, что у нас 10 человек, то игра складывается по нашему сценарию. И сейчас в третьем периоде надо немножко добавить, бить и можем выиграть сегодня. А как вообще сложно играть в таком усечённом составе? Ну возможно физически сложно, но немножко перестроиться уже. Играем в менее активный хоккей и всё получается. Силы тратим, но получается. В середине третьего периода Егор Брызгалов протолкнул шайбу между защитниками Зиновенко, но сделал это уже после того, как вратарь прижал спортивный снаряд к льду. Брызгалов получил две минуты за удар клюшкой, а партнёры Зиновенко открыли счёт. Ярослав Сергеевский в одиночку оставил неудел четвёрку «Динамовцев» и с неудобной руки послал шайбу над плечом Максима Моторегина. Команда, которая проиграла все 46 предыдущих матчей, в основное время получила шанс набрать первые очки в парит-матч чемпионата МХЛ. Несмотря на все усилия «Динамовцев», китайская команда выстояла. И победила со счётом 1-0, завоевав свою первую победу в молодёжной хоккейной лиге. Следующая игра в спорткомплексе «Юбилейный» состоится 18 января между МХК «Динамо» и ХК «Рига». Начало в 13.00.